Так, ну что, многоуважаемый Владислав Лобаныч с Москвы от многоуважаемого Александра Калашника На прицепе привез прекрасный автомобиль в идеальном состоянии с пробегом всего лишь 61 милю Nissan 400Z Первый в России такого цвета Сейчас вы, в принципе, сами все увидите Тачка целка, булочка Ну все, короче, как вы любите Приехали мы сейчас ее забирать для каких-то дальнейших манипуляций И сейчас мы с вами в прямом эфире посмотрим, что же там за шедевр приехал новый с Америки Я прям уже предвкушаю Погнали, глянем А? А? Вот же она Ялечка, а? Хорошая, хорошая Ну вот, как-то так Это пиздец Тут хороший у нас диск поцарапанный Легкая бордюрка присутствует Голка реально тоже шатаная Это что, выхлоп от чего? Отжиги? Где выхлоп? Работает А пленочек нет на порогах Вот там есть, смотри, прям на педалях То есть кто-то с порога пленочку сорвал? А с педалей не сорвал Какие трусы Воздуховоды от Лады Гранты Сиденье, боковая поддержка Сюда побольше вот так вот пенопласта напихиваешь и вообще типа ковшик получается Все продумано С завода Мрак А вот вы прикиньте Реально кто-то приехал в салон В Америке Купил себе новую 400Z Выбирал там цвет, диски Там что-нибудь комплектоху Сидел там, взял себе новую машину Проехал на ней 100 километров И умудрился превратить ее вот в это Как это могло вообще произойти? Не, в жизни, кажется, всякое бывает Но я представляю себя на месте этого человека И я бы, наверное, очень сильно расстроился 61 миля Это сколько километров? Ну, примерно сотка, да? С какой-то гудок странный? Это какой-то гудок мышеловка какая-то Смотри Что это такое? А еще я прикололся, знаете, за что смотрите Я открыл багажник спринтера Понял, что тут запчасти на Z лежат Радиатор как вам? Нормально Видал, что ваш лялю выходил? Я в ней посидел уже даже В натуре А ты не видел ее? Нет Я же сюда приезжал Я думал, она там Edition 1 там новая Фару там в салоне она по дороге отпала просто Думал, она желтая, да? На нее смотришь, охота водочки выпить Бля, так у нее панель стрелянная Бля, у нее потолок съехал Подушка стрельнутая И тут подушка стрельнутая О, тут якорь есть Ребенок якорь видел? Твой пиздюк, это твой якорь, понял? А где запаска? Как вот это с завода они планировали делать? Вот реально вот так Чувак, так тут ни инструмента, вообще ни домкрата, ничего Все спиздили Че, смотри, как классно наклеено Чтоб не чуть-чуть кривовато Ай, и ладно Тут самбумбин должен был быть Где-то Абэма на западе, блядь С нашими гаечными ключами самбумбином ездит, блядь Я думал, вдруг колпачки будут Ниссан какие Я первый, кто прокатился в Адвине, это и в машине Первый в мире, кто в Адвине Первый в мире, кто в Адвине, реально Нравится ему этот звук, когда спит Гидроупоры в 2023 году не придумали еще Рама наху И ощущения от нее при условии того, что ей пиздец Прошу прощения, конечно, но как есть Канал у нас честный, вы это знаете Собственно, что это такое? Ниссан 400Z, привезенная с Америки с аукциона Пробег у нее 61 миля всего То есть не тысяча, 61 миля То есть примерно 100 километров То есть машина по факту новая Кто-то ее купил, поехал с салона и рассадился на ней Забрал с нее денег по страховке И слил ее лохам в Россию Нам Ну не, не нам, в смысле калашу Но калаш ее слил нам Короче, лоховская порука получилась какая-то Под капотом двигатель у нас VR30DDTT Это, как некоторые его называют, baby VR То есть это 3 литра с двумя трубинами В стоке у него 405 сил Очень просто путем доработки охлаждения Какое-то там перепрограммирование Еще что-то там Изи 500 сил снимается с него Все это ездит надежно и тому подобное Главное, насколько я понял Разобраться с охлаждением Потому что есть там некоторые с этим проблемы Машина получила по заднице Получила вот в эту переднюю левую сторону То есть вот так вот мимолетом Не поднимая машину, не заглядывая под капот Уже видно, что здесь вот кривоватый лонжерон Лопнувший подрамник здесь можем наблюдать Подрамник алюминиевый И вот у него, собственно, трещина Здесь видно, что достаточно криво стоит мотор Причем, насколько я это вижу Относительно распорки вообще во всех плоскостях Он как бы и на бок, и повернут И тому подобное Я думаю, что сейчас мы, возможно, ее поднимем И на этом проект может закончиться Я вообще не исключаю такого варианта Из того, что просто вот я так для себя приметил Удивился, что у нее крылья железные Не пластиковые, не алюминиевые И для достаточно свежей машины Это, ну, для меня странно То, что вот тут реально полезла ржа Собственно, почему они железные? Почему нельзя было сделать алюминиевое крыло Или пластиковое? Непонятно Ну и еще такой забавный момент Что здесь стоит распорка И с завода она идет со сгонкой Что тоже для меня удивительно Потому что обычно заводские распорки На заводских машинах Она сразу вот все по всем точкам Ничего не регулируется Приделывается и тому подобное Здесь вот такая вот прекрасная сгонка сделана По салону первое ощущение Но опять же, я хочу, чтобы вы понимали Что я делаю скидку на то, что она разбитая То есть, разумеется, там Ну, это как-то глупо, наверное Обозревать по салону машину Вот с таким вот рулем Там вот с такой панелью Вот с такой крышей Там вот с таким рваным сиденьем С какими-то тут трусами Чеми-то японскими Американскими Видали? USA Ну, сидеть достаточно комфортно Визуально, я не знаю Ну, глаз ничего не напрягает То есть, в принципе, я сижу Я не знаю, наверное, опять же, глупо Эргономику в какой-то современной Такой машине такого плана обсуждать Но, в принципе, я вот сижу И представляю, что если бы я на ней ехал Мне бы было достаточно удобно То есть, имеем мы классический ручник И по ощущениям он реально Ну, то есть, тросиковый нормальный Такой олдскульный ручник И находится в классическом месте То есть, никакая там не электрокнопка Ничего такого А реально вот просто человеческий ручник Как в девяточке Ну, типа, как мы с вами все и любим, собственно Какой-то тут экранчик есть Материалы Ну, прикольные Достаточно все мягкое, приятное В принципе, меня ничего не напрягает Мне все нравится Я думаю, что я бы на такой машине ездил И кайфовал Из такого прям необычного Для меня это вот этот вот селектор КПП Какой-то он странный Ну, я так считаю Ну, по идее, это ничего в этом такого Это же по факту просто джойстик Так как она у нас автоматная На мой взгляд, реализовано оно как-то, ну, странно Ну, не знаю Мне не очень нравится, если честно Укомплектовано 9-ступенчатым автоматом Как я вычитал Это то, что у них Именно автомат Это опционально Вот А в основном они идут все на механике А если вы хотите себе заполучить королевство комфорта В спортивном двухдверном кузове То тогда вы берете себе 9-ступенчатый автомат И стоите в пробках, кайфуете Имеем вот тут на панели три датчика Такие тоже, они по дулску, я бы сказал Ну, то есть реально просто стрелочные аналоговые датчики Без всяких там циферок, циферблатов и тому подобное Я здесь наблюдаю справа вольтметр от себя Посередине обороты турбины И слева буст Очень, конечно, интересно, что тут, собственно, на приборке еще показывается Там по-любому должно быть там давление масла Температура масла там и все Вот это я больше чем уверен, что тут все есть Но, к сожалению, проверить я это на данный момент не могу Потому что она, ну, не работает пока что, к сожалению Черный потолок, кнопка SOS, свет, фонарики В принципе, тут больше смотреть особо нечего Сидение, кстати, прикольное Кожа с алькантарой Боковая поддержка, неплохая сидение Полуэлектрический, полумеханический То есть у меня часть регулировок электрическая Часть регулировок механическая Вот еще такой забавный момент Что в Ниссане позаботились о том Чтобы у нас здесь был подстаканник Вот, и это не может не радовать Но при этом Если вы очень хотите Можно вот так вот нажать кнопочку Открыть бардачок Вот здесь у нас будет вообще какой-то маленький Непонятный формы бардачок По-моему, он отвратительный вообще И вот еще один подстаканник Но при этом Работает это еще вот так То есть если вы едете с девочкой И вы купили в магазине 2 кока-колы Вот так вот его сдвигаете И у вас здесь появляется второй подстаканник Но только при этом На каком-то резком торможении Вы вместе со своей рукой Просто собьете все всю колу И зальете здесь всю кантару нахер Но вот почему он не фиксируется Я вот это вообще не понимаю Ну реально Вот такой едешь Тормозишь И как бы реально просто вот Зажимаешь картонный стакан здесь Оно все проливается И ты расстраиваешься Едешь в детейлинг Бардачок вроде в принципе Как будто бы классических размеров Но когда мы его открываем Понимаем, что здесь реально Влазят вот такие вот Две вонючки елочки И в принципе особо больше ничего Как бы Ну то есть нормальный бардачок Но при этом Пользу от него я Ну не знаю Ну реально перчатки положить Спортивные свои Я реально не понимаю Тут стекло Вот зеркало точнее Можно наблюдать Что оно тут С какими-то кнопками И соответственно Тогда для чего Вот это вот здесь вот функция Даже лампочка есть Такое вот Мне светит солнце Сбоку очень сильно Я вот так вот беру При этом смотрю в зеркало Чтоб никто ничего не сделал И все Оно Ну да Походу для этого есть Продумано Удобно Определенно лайк Да блять даже так Вообще класс Вечно эти Ниссаны Меня на колени ставят Смотри под домкратник С завода На редукторе Не охуеешь? Ты уверен что это под домкратник? Нет Смотрите еще тут Какой интересный момент Ниссан Тенекко Не знаю что это значит Возможно это какой-то Типа как опция В салоне Но выглядит Как будто бы Это что-то сюда Тюнингованное Прикрученное Машина реально Ну новая Без шуток Все очень и очень свеже Это как бы прикольно Но при этом В этот же момент Угнетает Что оно все Пошкрябанное Такое какое-то Ну потому что Она реально Конкретно куда-то залетела Не знаю На бордюр Или куда И наверное уже никогда Не узнаем У нас здесь порвался Пыльник привода Что очень и очень Прискорбно Очень сильно замята Вот эта вот штука И за малым Вообще не пробила бак Но слава богу Что этого не произошло Далее вот эти вот Все распорки усиления Тоже все пошли По бороде Что именно у нас И насколько криво Кроме того Что видно Невооруженным взглядом Типа вот этого Планжерона спереди Будет видно уже завтра Еще глаз спрячется за то Что очень странно Нанесен заводской герметик Выглядит Ну реально очень странно Причем он по ощущениям Такой как Прям смотрите Как бархатный какой-то То есть не как герметик Герметик А как поролом Как поролом Бля вот это жопа Втулку стабилизатора Смотри выдавила Резинку Бляй калаш Придется пыльник на приводе Пакетом заматывать И вот сюда Пластиковую банку подкладывать Иначе Рулиться не будет вообще В общем снизу все новое Все кривое Странный выхлоп Это все что я могу Про нее рассказать К сожалению Все По-любому Чуть-чуть долить Не-не-не Вон капли Мотор то живой вообще Неизвестно Тут болтом Поддон пробит Масло все из мотора Вытекло Еще треснуло Крышка редуктора И редуктор Вообще стоит Не на своем месте Почему На мотосоли Б contractors Все Все Т Spirit В Упало, блин. Мединки радиатора, в принципе, как вот, наверное, сильных были, так и остались. На самом деле, основная сложность, что очень мало места, реально, просто критично мало, я бы даже сказал. Короче, из такого забавного хочу вам показать, как реализована заводская проводка на данном автомобиле и сказать, что я удивлен. Это вообще ничего не сказать. Вот смотрите, вот так вот у нас все это тут реализовано. Идет вот такая вот здоровая гофра. Дальше вот так вот все криво-косо обмотано обыкновенной изолентой. Дальше у нас вот так вот змеиная кожа сделана на концах, тоже обмотана изолентой. Тут вот у нас уже не змеиная кожа, а просто какая-то такая, как ее там, нейлоновая назвать, я не знаю, штука. Ну вот это я часто встречаю на проводках. Но чтобы в одном и том же месте, в одном узле встречалась гофра, вот такая изоляция, вот такая. Просто вот так вот криво-косо все обмотано изолентой. И при этом вот есть черная изолента, вот есть синяя изолента. В одном месте, ну вот, то есть реально это не шутка, это завод. Завод, понимаете? О чем вообще может идти речь, если вот на здоровом заводе с многолетним стажем как бы делают вот так. Не, ну то, что оно все работает, это безусловно, но с точки зрения эстетики это, конечно, связка. Причем вот эти вот провода, вот эти вот, они идут вот сюда вот в мозги и располагаются они как бы на видном месте. То есть в принципе любой человек, который открывает капот, видит вот это. То есть вот тут все закрыто красивой крышкой, а вот здесь оно все выглядит вот так. Ну не, они походу этот потенциал-то имеются. Да, готовили ее, блядь, на гонке, да? Ну да, ну не фортуна. Да, это вообще жопот какая-то. Как вот я должен там разъемы снять? Тут походу надо, блядь, на завод ехать. Они тут к проводке в андус прихуячили. Можно брать или казы чистить. Классно. И, собственно, вот у меня идет проводка с салонной к мотору. Вот так вот тут вот идет, разобрал жабо. Вот тут вот так вот две фишечки. Тут вот еще одна фишечка. А дальше какие-то несчастные, блядь, 7 проводов идут куда-то в салон. И как их снять? Все это, блядь, почему нельзя было сделать еще одну вот такую фишку вот здесь? Я вообще не понимаю. Вы спросите, может быть, снять там? Но там снять? Они идут вот они. Дальше они идут под впуск, на коробку, еще куда-то. И, короче, надо вот так вот, блядь, разобрать пол мотора. И делать этого очень не хочется. Поэтому попробую. Сейчас сважу под бардачок. Посмотрю, что там происходит. Ну, блядь, почему нельзя было сделать фишку? Жалко, блядь, действительно новую фишку. Как будто бы охота перекусить и дочь туда поставить. Разъемчик, на свой штаб. Нашел пластиковый стаканчик, в котором примерно то же самое, что и вот здесь по всему салону. То есть, реально, тут у кого-то была походу в пластиковом стаканчике Ука-Кола. Вот, вот мы такие едем. Реально, так и произошло. То есть, они всаживаются, он вот так вот делает, и все везде тут разливается. Ну вот, смотри, я не шучу. Вот, оно прям сгибается, как и было. Короче, я методом дедукции догадался, что произошло, и как будто бы надо было сыщиком становиться, а вот не вот этой вот хуйной. Блядь, я уже старый для этого дерьма. Оооо. Тут руле как, блядь, сука, Сильви, прикиньте, они реально, блядь, засунули главный руле в салон вот сюда. Вот это прикол. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам все покажу. Элькантару замарал немножко. Лаваныч, смотри, прикол. Реле узнаешь? Типа, спустя 30 лет, 40. Нихуя не извиню. Не, ну надежная релюха, и по факту-то че. Реально, вот это вот с 13-х Сильв, с 12-х, я думаю, наверное. Самое-то забавное, что за столько лет они научились устанавливать реле в одно место все. Ну, как в нормальных машинах. Типа, вот у тебя есть блок подохранителя и реле, и вот они все там. А тут, вон, я вижу, вон, раз блачок, два блачок. Вот это вообще идет в салон через ванду, блядь. Короче, если кто-то тут ездит с председателя Ниссан, может быть, вы реально им подскажете, что блок подохранителя можно сделать в одном месте, чтобы реле предали. Все были в одном месте, блядь. Я бы на самом деле не удивился, если бы тут как в 31-м сказание было. То есть, грубо говоря, вот эта вот релюшка шла бы вот так и назад куда-нибудь в багажник. Типа, они там тоже бывают. Короче, с пароводкой Ниссан не подружился до сих пор, к сожалению. Все, надо что, подвеску раскидывать? Снятие секреток без смс и регистрации. Головка на 19 просто. Капец она секретная, блядь. Головка С Продолжение следует... 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 Продолжение следует...